Какие факты выкладывать на факт-карту? Внимание! Из чего складывается всё? Все в ужасе на меня смотрят. Значит, у вас есть отношение к вам самим, у вас есть отношение с самими собой. Второе. У вас есть отношение с другими людьми. Другие люди есть, вы к ним внутри головы испытываете определенные отношения. И дальше есть события и вещи, объекты. Ну, объекты напишу, чтобы не путать с вещами. Объекты. События и объекты — это что? Мир. Вот, значит, соответственно, вот где залегают наши факты. Улавливайте. Теперь нам нужно, берем месищевый, берем факт-карты и задаемся простым вопросом. Значит, вот есть некая ситуация, которую я задаю этому факт-карте. Вот вопрос. Значит, вот про развод. из чего будет состоять, из чего вот можно, на что можно разложить «я», чтобы получить максимум фактов по любому вопросу? Вы из чего состоите? Из чего же сделаны наши девчонки? Поведение. Ну, это понятно. Но как, надо же факты будет. Поведение — это ты процесс называешь. Мне нужно положение вещей. Опыт. Память. Ой, мы с вами разговариваем про развод. Я и мой опыт. Представляете, сколько фактов появляется? Все ваши расставания благополучно вылезают, так сказать, на авансцену, и вы смотрите на них, потому что, когда вы потом будете принимать решение, вы же принимаете решение на основании того, чего вы обожглись. И у вас всегда видение становится узкое. Поэтому вы должны написать опыт, свой собственный. Он у вас появляется здесь. Я — опыт. Так. Что еще у вас есть? Окружение. Окружение мы дойдем. Ну, выслуживание требований. Вот. Ну, требований. Значит, желание. Если кто не в курсе. Значит, какие у вас есть желания, связанные с этим действом? Я — желание. Так. У вас же много желаний будет. Это чтобы и как это? И сесть, и не ободрать, и все, куча желаний. Да? Так. Что еще у нас? Что важно для вас? Эмоции. Ну, любое отношение уже эмоции. Да? Ну, то есть вот эмоции, мотивы там и так далее, это они как бы встроены в то, что есть отношения. Ну, я отношусь как? Холодно, радостно, там, еще что-то. Это как бы характеристика отношений. Ну, вот. У вас есть обстоятельства. У вас сейчас есть заработок, нету заработка, есть квартиры, нету квартиры, есть там и так далее, да? Ну, то есть у вас появляется «я» обстоятельства. У вас уже много фактов, да? Вы можете, у вас обстоятельства, ваша работа, ваш возраст, ваш, там, я не знаю, куча вещей. Так, дальше переходим к другим. Другие люди. Значит, вот у нас есть вопрос, называется, ну, развод мы смотрим. Как пережить развод? Бестселлер. Бестселлер. Так, меняю фонарь, фломастер. Из чего, на что разложим других людей? Для того, чтобы правильные вопросы задать себе, чтобы вынести правильные факты. На те же самые три штуки. Ну, тут, прости, прости, пойми, это же вот я вам не случайно все долго вот это мучительно рассказывал. У нас в голове есть концепция «я», да? Ну, то есть, кто вы? Вы можете долго про себя говорить. Ну, вот я этого не выдержу, там, или, там, я вот всегда так поступаю, ну, это моя старуха-проруха, там, и так далее. У вас с вами есть вообще вот одна из сейчас концепций, да? Сознание — это что такое? Это когда вы к тому, что вы воспринимаете, прибавляете знание о том, кто вы. То есть, вот, когда вы просто смотрите тупо в плинтус, вот, вы, ну, как бы, ваше сознание непонятно. А когда вы говорите «я тупо смотрю в плинтус», «я тупо смотрю», у вас сразу получается как сознательное, понимаете? Так, был просто тупо, а так сознательно тупо. Улавливаете. Это я не иронизирую. Ну, вот. Есть представление о «я», его модель, да, она сложная, она, как мы понимаем, покрывает вот это все, потому что это же накладывающиеся вещи, да? Вот другие люди и я, ну, другие люди в моей голове, у меня к ним есть отношение, да? И я думаю, что вот я с этим человеком на одном поле не стану что-то делать, да? Понимаете? Это отношение внутри вот этого всего, оно там формируется, улавливаете, да? Поэтому это разные сущности. Это вот надо понимать, что это разделение не просто на, как бы, а вот у «я» есть своя реальность в нашем мозге. Ну, то есть вот «я» люблю футбол. Это же будут события и эти, как его, события и объекты, да? То есть ваше «я» накладывается на события и объекты, и вы говорите «я люблю футбол». Это же вы кто? Футбольный фанат? Вы кто? Я? Меломан. Вы кто? Я? Чего-нибудь еще. Вот. Это просто другие штуки. Так, ну на что других людей будем? Дела с другими людьми. Давайте сначала поймем, какие люди. Нам нужны участники ситуации. Вы же не всех людей будете в разводство запихивать? Ну, вы можете, конечно, попытаться всех, ну вот. Но это участники. Нам надо выявить всех, кто, кого мы должны учитывать, когда это происходит. И это вторая половина, с которой вы остаетесь. Дети. И дальше там конкретные люди. Родители там и так далее. У вас появляются на карте отдельные штуковины, понимаете? И у вас как бы с ними уже возникают отношения. Потому что это вы бы и в глаза не видели. Что это его, как это называется, свекровь. Это всю дорогу кровь пила. И сейчас вот еще будет на моих костях здесь послушать, что разрушила его мальчику, значит, его прекрасную жизнь. Да? Это же... Чувствуете теорию отношений? Нет? Это все месище. Вот. Значит, вам нужно фигурантов. Да? Участники. Фигуранты. Так. На что мы еще других людей будем делить? Значит, вот у нас есть фигуранты. Нас их нам надо поделить. Значит, мы должны понять, чего они хотят. Нам нужны мотивы. Ну, они же игроки в пьесе, да? Они будут поддерживать, мешать, там еще что-то там и так далее. Нам нужно понять, чего они хотят. Если вы не понимаете, чего хотят участники драмы, да? Что такое разборство пьесы, да? Гамлета. Сидим и разбираем. Вот что она хочет, это Гертродо своими добиться поведением? Мы же должны понять. У нас есть герой, мы должны его мотив понять. Тогда все складывается. Если мы не понимаем, что он делает, он же не сможет сыграть. Ловлюйте. Поэтому у нас есть участники и есть их мотивы. И что еще? Их обстоятельства. Их обстоятельства. Существенно. Я так и написал у себя в бумаге, но сейчас подумал другое просто. Я думаю, что, я вам это вот не случайно все объяснял, отношение свое к ним я легко сформулирую. Но у них же есть отношение ко мне. И вот это то, что все время будет выпадать у меня из головы, потому что я смотрю на эту пьесу как бы со стороны все время. А они ко мне то, что испытывают? Когда на самом деле мы говорим про участников, мы, конечно, уже в каком-то смысле говорим про их обстоятельства. Потому что для нас они не просто люди, а они кто-то. Они заловка, жена друга, друг жены. Ну, в общем, короче говоря, у них уже есть как бы обстоятельства. Они сами даны нам. Свои обстоятельства мы должны всегда вынести. Если мы говорим про разводы, у нас как бы есть очевидный персонаж, который из этих других людей, так сказать, вылезает большим, хотел сказать, выпуклостью, тогда с ним все понятно. Надо отдельно его обстоятельства тоже выписывать. Но если это речь не идет о таком драматическом истории, вы какую-то другую историю разберете, то вам важно продумать, вот этот каждый участник, что он хочет и как он ко мне относится. Вы должны понимать, как бы, потому что это для вас будет. Потому что вы можете, например, если у вас в опыте, что вас все время унижают. Ну, у вас в опыте, там, я, все время меня унижали. И дальше смотрите на этих, и они с подозрительностью все говорят про унижение. Вот. И есть возможность подумать, что, может быть, я немножко отношения ко мне их рассматриваю не совсем корректно. Да? Значит, и это отдельная история. Понять, каково действительное отношение людей ко мне в этой пьесе. Потому что это будет крайне существенно.